Всем тихой ночи. И снова видео по темам из мира SCP, которые упоминаются в комментариях. И на этот раз чаще всего встречалась тема департамента аномалий времени. В 98 году фонд SCP обнаружил, что количество аномальных явлений, меняющих время, растет с удивительной скоростью. Тогда Совету 5 создал группу исследований и сдерживаний Дельта-Т. Эта группа, работая с аномалиями времени, сама стала своего рода аномалией, которые приходится содержать как отдельный объект, во всяком случае в некоторых временных линиях. В некоторых из них о существовании такого департамента вообще ничего не известно. Однажды в одном из учреждений фонда была найдена табличка с надписью «Глава отдела департамента времени». Далее следовало имя сотрудника, которого не было в базе данных фонда. Да и отдела такого вроде бы тоже не существовало. Если поместить табличку в подходящую подставку, то ближайшая дверь откроется не в то помещение, куда она обычно ведет, а за дверью окажется один из кабинетов зоны 17. При каждом открытии двери интерьер несколько меняется. Кабинет всегда выглядит заброшенным, но степень беспорядка всегда разная. Внутри кабинета может появиться книга «История мировых культур», однако в некоторых случаях написанное в ней не согласуется с известными историческими фактами. Один из сотрудников фонда вошел в комнату, чтобы осмотреть оружие неизвестной модели, появившейся там, после чего случайно закрыл дверь изнутри. Дверь снова открыли, но внутри уже никого не было. Несколько открытий спустя пропавший сотрудник появился в комнате, но после его опроса стало понятно, что это или вообще другой человек, или тот же самый, но из некого параллельного мира. Подобный инцидент происходил несколько раз. В одном случае закрывшийся сотрудник вскоре появился в виде истлевшего скелета. В другом вышел вроде бы тот же самый человек, однако теперь он был склонен рассуждать о том, насколько можно предотвратить разные катастрофы, произошедшие в прошлом. Для дальнейшего исследования комната была заполнена различным измерительным оборудованием. Дверь закрыли и после нескольких открытий оборудование снова появилось. Изучение останков приборов, правда, показало, что оно пробыло в камере многие миллиарды лет. Табличка была поставлена на содержание как SCP-1780. В ходе дальнейшего исследования этого объекта, внутри комнаты начали появляться человекоподобные сущности, все из которых утверждали, что работают в фонде SCP. Одна из них, являющаяся научным сотрудником, крайне агрессивна и всегда настойчиво требует покинуть помещение. Известно даже случай, когда этот обитатель комнаты начинал стрелять. В какой-то момент в кабинете начали появляться записки, адресованные некоему альтернативному фонду, из которых можно сделать вывод, что в какой-то линии времени у SCP действительно есть департамент аномалии времени. Миры же, где такого департамента нет, названы альтернативными. Кроме того, в кабинете с небольшой вероятностью появляется документ. Человек, прочитавший его частично, всегда утверждает, что написано что-то непонятное вне зависимости от его образования и научной подготовки. Однако в случае, если человек читает бумагу целиком, он пропадает из наблюдаемой реальности. В письме написано, что во всей мультивселенной, где существует фонд SCP, есть только около десятка экземпляров департамента времени. Только три из них научились применять временные аномалии на практике, и только один создавать и использовать парадоксы. Этот самый успешный из департаментов времени мультивселенной научился свободно перемещаться во времени и вероятности. Далее в письме объясняется, что время это не только физические явления, но и психические. А на обратной стороне листа содержатся упражнения, позволяющие человеку начать перемещаться в прошлое и будущее, а также в альтернативные временные линии. Одним из первых объектов, попавших на исследование отделу, были часы, имеющие номер SCP-442. Первичный аномальный эффект этого артефакта в том, что они, если вообще заведены, всегда показывают правильное время. А вот вторичный эффект как раз и натолкнул ученых фонда на идею о психической природе времени. Ведь побочным эффектом часов было приобретение носителем идеальной пунктуальности. Со временем часы изменяли человека даже больше, давая ему почти стопроцентное самообладание и умение реагировать уместно в любой ситуации. Человек сам становился точен как часы во всех возможных смыслах. На основе аномальных эффектов этого объекта был создан прибор 442i, тоже часы, но способный отслеживать перемещение человека как на временной шкале, так и в другие временные линии. Устройство это придумал доктор Жанг, как раз тот, который иногда появлялся в кабинете из SCP-1780. Во время работы с объектом он открыл, что не только аномальные часы как бы фиксируя течение времени влияют на разум, но и разум может влиять на течение времени. Он придумал несколько мысленных конструкций, которые позволяют это делать. С тех пор отдел разработал множество различных устройств, например аппараты связи, позволяющие оперативникам отдела общаться между собой, находясь в разных точках времени. Однажды по ходу исследования сообщений о массовом появлении временных аномалий, отделом был открыт особый штамм гриппа, во время болезни которым человек подвергается воздействию информационного парадокса. Если пострадавший болеет гриппом достаточно тяжело, он может начать вспоминать будущие события, считая их уже произошедшими, а в особо тяжелых случаях начинает воспринимать время как статичное. То есть похоже, что для таких людей прошлое, настоящее и будущее сливаются в одну точку. Разум большинства людей не выдерживают такой нагрузки. Но это не касается агентов отдела аномалии времени. Вирус был описан как объект SCP-4583. И конечно же отдел занялся им вплотную. Несколько сотрудников заразились болезнью, но похоже это было не очень хорошей идеей. Все они, кроме одного, впали в полнейшее безумие. А тот единственный, который сохранил рассудок, сказал, что теперь видит всю его жизнь от рождения до самой смерти. Доктор Жанк увидел в этом огромные возможности. Он начал изучать зараженных вирусом и обнаружил белок, выделяемый телами больных, который приводил ко всем этим необычным эффектам. В итоге отдел начал производить это вещество в промышленных масштабах, делая с ним ингаляторы. Всего пары вдохов из такого оказалось достаточно, чтобы понять смысл любой временной петли или парадокса и разрешить его. Короче говоря, в итоге агенты из отдела аномалии времени оказались неплохо подготовлены ко встрече с любым, даже самым сложным искажением времени. А свой отдел разместили в одном из них. В отличие от того, что SCP обычно делает, отдел аномалии времени находит применение почти любой вещи, которую встречает. Вот, например, SCP-2400. Это дверная коробка, вставленная в кусок бетонной стены. Если войти в эту дверь, человек оказывается на бесконечном ровном белом пространстве, где кроме этой двери ничего и нет. Когда дверь открыта, аномальных эффектов внутри не наблюдается. Но если ее закрыть, время в этом измерении течет намного быстрее, чем снаружи. Даже такому странному месту отдел нашел применение, построив там производственный комплекс для ускоренного создания различных нужных фондоматериалов. Вообще говоря, доктор Жанг не просто так заинтересовался временем, а совет опять не просто так его легко поддержал, создав для него целый отдел. Да еще и отдел, действующий по сути наперекор основным принципам фонда. Ведь SCP обычно охраняет объекты, а использует их только в крайних случаях. Дело в том, что сам Жанг прибыл из будущего. Изначально он работал в фонде SCP где-то 2448 года. Именно в этом году в поясе Койпера было открыто космическое тело, непредсказуемым образом меняющее пространство. Оно было поставлено на содержание как SCP-3109. Тогда доктор Жанг впервые проявил себя, сделав ценные предположения по поводу природы объекта. И стал младшим научным сотрудником фонда SCP. С тех пор карьера его складывалась неплохо. Он работал с несколькими объектами, пока не был переведен на большую автономную исследовательскую базу. Неизвестно, что конкретно она исследовала, но в один прекрасный день она переместилась в прошлое. А именно в июль 1978 года. В этом году в штате Нью-Йорк происходит небольшое землетрясение. Вездесущий фонд, конечно же, отправляет своих агентов к его эпицентру. И как выясняется, не зря. Там оказывается целый небольшой город площадью в 6 квадратных километров, судя по всему являющийся зоной содержания фонда из будущего. Теперь перед агентами фонда стояла задача скрыть от общественности целый подземный город, названный во внутренней документации SCP-110. Единственным выжившим в инциденте SCP-110 был один из обитателей самого подземного города, доктор Жанг. Довольно долго доктора содержали как часть объекта SCP-110. И только в 1992 году, решив наконец, что у него нет никаких аномальных свойств, решили сделать обычным сотрудником SCP. Сотрудник этот оказался очень деятельным, да и вообще полезным, ведь он знал о будущих исследованиях фонда. И к 1998 году он удобился создания своего собственного отдела. Созданный доктором Жангом отдел изучал довольно много объектов, и теперь его задача – содержание временных аномалий. Некоторые из них – это, например, попытки изменить историю. Вот фонду известно одно такое явление под номером SCP-3780. Это постоянные попытки людей из разных временных линий и просто случайных путешественников во времени предотвратить убийство Кеннеди. Примечательно, что одну из таких попыток совершает сам доктор Жанг из альтернативной временной линии, так что в какой-то момент ему даже приходится сражаться с самим собой. Вообще, то, что я тут рассказал – это прямо-таки самая вершина айсберга. В хабе отдел очень много историй, связанных с ним объектов. А также есть ещё несколько персонажей с полноценной историей, не менее подробной, чем у доктора Жанга. Большая часть этого контента, конечно, всё ещё доступна только на английском, но и русскоязычному читателю тоже есть на что посмотреть. Оставлю ссылку на сам хаб в описании. Ну и правила вы знаете, о чём чаще всего будет упомянуто в комментариях к этому видео. О той части мира SCP мы и будем говорить в следующем подобном ролике. Всем пока!